Продолжаем наше путешествие по уникальным местам Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В этот раз рассказ будет о самой северной в мире пустыне – Ненецком поселке Шойна. Попав сюда, не поверишь, что ты в Заполярье, а не в Арабских Эмиратах. Длинные песчаные пляжи и мощные дюны кажутся экзотической диковинкой. Вроде вокруг должна быть тундра, а тут – пустыня. Село Шойна расположено на Канинском берегу, В 1902 году на месте поселка Шойна сформировалось рыбацкое остановище – четыре избы и часовня. В 1930 году в Шойну из Холмогор переселилось 50 рыбаков. Тогда дома будущей Шойны ставили прямо в тундре на мхах. Песок появился позже. В этом же году в поселке появился рыбный завод. Рыбозавод занимался приемкой и переработкой рыбы тралового флота, добычей и переработкой морского зверя. Помимо переработки рыбы, стральщиков велся прибережный лов на ваге в зимнее время. С мая 1933 года становище Шойна получило статус рабочего поселка. Был образован поселковый совет. Поселок развивался как рыбопромышленная база Архангельской области. В 1935 году был открыт кирпичный завод. Десять рабочих изготавливали из местного сырья 5000 штук кирпичей в день. Шойна в 1939 году – это уже большой рабочий поселок с населением 800 человек, в котором имелись метеостанция, больница, сберкасса, почта, судоремонтные мастерские. Вылавливалось 90 тысяч центнеров рыбы для Шойнского кассерного завода. Ассортимент килька и корюшка в масле, комбала в томате, сельдь по типу шпрот, тресковая печень, мороженая рыба, варенье и компот из морожки. Местные рассказывают, что рыбы тогда было немерено. Треска, пикша, морская комбала, зубатка добывали также, как бы это варварски не звучало, акул и белух. В 1950-е годы численность населения достигала уже полутора тысяч человек. В поселке находилась база флота рыболовецких колхозов Архангельской области. Рыболовецкий флот колхоза насчитывал более 70 судов. Благополучие кончилось в конце 50-х. Закрыли морской промысел тресковых рыб в районе Канина. Кирпич стало выгоднее возить из Архангельска. Рабочие разъехались. Рыбоприемный пункт передан Мизенскому рыбокомбинату. В 1953 году приливом смыло консервный завод. И местные мальчишки еще долго откапывали банки с печенью трески и оленины. С начала 60-х годов рабочие переведены на предприятия Архангельской области Наринмара. А Шойна оказалась в категории неперспективных. На сегодняшний день в Шойне насчитывается около 50 жилых домов. Численность населения составляет чуть менее 300 человек. Расстояние в Шойне измеряют в минутах полета на самолете. До больницы час 20, до аптеки 45 минут, до милиции и погранслужбы 3 часа. Продукты и товары в поселок доставляются морем или по воздуху, что делает их очень дорогими. Сейчас в Шойне есть детский сад, школа, интернат для детей из окрестных сел, фельдшерский пункт, два магазина, дом культуры и библиотека с собраниями сочинений Дарьи Донцовой и Льва Толстого. В результате интенсивного лова огромными тралами из местных вод ушла придонная растительность, которая удерживала песок. В итоге на берегу Белого моря появились песчаные дюны, которые намывались волнами, и песок стал все ближе подступать к поселку Шойна. Сегодня пески медленно, но верно погребают поселок. Теперь намываемый морем песок превращаются в высокие дюны, которые потом разрушаются под действием ветра, засыпая постройки. Для местных жителей это реальная проблема – песками засыпают дома по самые крыши. Барханы укрепляют и стараются остановить их наступление всеми силами. Первыми занесло три стоявших на побережье дома смотрителей маяка. Посреди пришедшей с моря дюны долго еще виднелась покосившаяся труба. Второй накрыла татарскую усадьбу, два крепких дома слева от маяка. Потом песчаная гора слезнула заброшенную воинскую часть, свиноферму, пекарню, дом ордеевых, старые хранилища рыбы, баню. Рассыпалась подровяным сараем, проглотила два озера и пошла на жилые дома. Ходить по песку тоже тяжело. Ноги проваливаются и вязнут, в ботинках хрустит, дыхание сбивается. Чтобы не тащить грязь в квартиру, перед входом обычно ставят таз с водой. Ополосни подошву и проходи. Это особенно важно после дождей. Мокрый песок налипает, просто так не отряхнуть. Местные используют лопаты, чтобы откапывать свои дома и улицы. А руководство регулярно пускает бульдозеры, чтобы раскапывать дома. Жители говорят, песок повсюду. Но никто этого уже не замечает. Все почему-то думают, что мы каждый день, едва проснувшись, берем лопату и начинаем откапываться, говорят местные жители. Такого нет, песок наносит постепенно. За год дом может засыпать по окна, особенно противоположную от входа стену. Потом администрация нанимает бульдозер и барханы разгребают. Много лет в Шойне вообще не было травы, а недавно появилось. Высокие плотные колосья, похожие на овес. Местные было обрадовались, а потом приметили. Раньше дюны свободно несло по поселку, а теперь же кусты колосьев задерживают песок. Он наметает на них небольшой бархан, а новые колосья порастают поверх него. Бархан делается выше и уже никуда не уйдет. Корни колосьев на 2 метра уходят в песок, выкорчевать их может лишь трактор. Кочек с колосьями становится все больше, и они крепко цепляются за жизнь. Жители живут частным хозяйством. В тундре полно черники и грибов. Когда рыбаки встряхивают сети и комбалы, сыпятся на песок, много дичи. Недалеко от Шойны гнездятся несколько видов гусей, поэтому на станцию часто приезжают орнитологи. Когда в мизе немного снега, сюда заходят лоси. Весной же первыми прилетают пунушки. Все ждут эту маленькую первую пташку, поэтому под окнами сельчан часто можно увидеть рассыпанное пшено. Месяц поживут, а затем летят дальше. Белые медведи сюда не заходят. За рекой здесь живут бурые медведи, поэтому при сборе грибов и ягод рекомендуется брать с собой ружье. Летом местные жители откапываются от песка, а зимой от снега. Снега в Шойне наметает много. Прошлой зимой высота снежного покрова достигала одного метра. Северная пустыня приносит жителям и подарки. Недавно Шойне нашли носовую фигуру английского корабля XIX века. Кариотиду замыло в песок, а когда пришло время, море ее освободило и выбросило на берег. А еще местные жители изобрели новый вид туризма – катание на доске по песку – сандбординг. Шойна прославилась своей пустыней на всю Россию. Про этот поселок снимают фильмы и передачи. Сделано множество фоторепортажей и статей в интернете. Местные жители гордятся своим поселком. Тем более, что самая северная пустыня отступать не хочет. Субтитры создавал DimaTorzok